МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученые утверждают, что будущее человечества в опасности. На том простом основании, что возможность вредных мутаций почти не изучена. А значит, черт его знает, что там нас ждет в будущем. Другие ученые напротив считают такие страхи антинаучными и тормозящими прогресс. А кто против прогресса, тот у нас темный. Правда, как показывает практика, в этом научном споре не без лукавства. Дело в том, что пищевые корпорации строго следят за научными изысканиями, которые идут вразрез с их интересами. И таких ученых, как правило, перекупают с щедрыми грантами, либо, если те проявляют строптивость, объявляют лжеучеными. И все-таки есть отважные смельчаки, которые готовы отстаивать свои научные взгляды вопреки прогрессе и продолжают нежелательные исследования на свой страх и риск. Так вот, шокирующую гипотезу выдвинули недавно ученые противники генно-модифицированных продуктов, когда в лабораторных условиях проследили за тем, что происходит с подопытными животными, если их кормить только трансгенной едой. Сегодня в нашей программе вы увидите... Где и зачем выращивают свиней-мутантов? Он как будто только что умер. Кто хочет залить наши дома серой слизью? Идет такой глобальный эксперимент над людьми. Чем опасны продукты, которые не гниют? Он пролежал целые сутки на жаре, и я не знаю, почему он не начал портиться. И где найти еду, которая не поглотит нас самих? У нас у всех большие проблемы. Только посмотрите на это. Странное существо было обнаружено в Панаме. Когда его встретили двое подростков, оно было еще живым и издавало странное рычание. А вот еще один монстр. На этот раз его заметили в Канзасе. Американец не успел сфотографировать эту крысоподобную собаку. Зато, будучи художником, сумел точно нарисовать ее по памяти. А это произошло уже южнее Канзаса, в Мексике. Там поймали жуткую птицу-ящерицу. Посмотрите, у этого существа нет клюва, и рот устроен так, как у рептилий. И вот Европа. В пресноводной реке рыба с зубами акулы. Слава богу, она не нападала на рыбаков. А вот это, не моток проволоки, это тоже живое существо. Но к какому виду его отнести, пока не ясно. Это видео из Колумбии за короткое время набрало несколько миллионов просмотров. Жуткое существо бросилось на туриста, когда тот осветил его фонарем. А вот этот жуткий монстр был снят в северной части Аляски, недалеко от энергетической станции. Так что же это за жуткие существа? И в чем причина, что люди видят их все чаще и чаще? Этот видеоролик – абсолютный рекордсмен по популярности. Недавно появившись в интернете, к сегодняшнему дню он собрал уже около 7 миллионов просмотров. Авторы ролика утверждают, что им в руки попали секретные материалы, которые сняты недалеко от лаборатории, где производят генномодифицированных монстров. А по существу генетических химер, или то, что получается за счет генной инженерии, можно сказать, значит, во-первых, в некоторых, в настоящее время, могут сливать геномы практически всех существ. На одном из кадров видно, как вырвавшееся из ограждения обезьяноподобное существо преследует биолога. Действительно ли секретный эксперимент пошел не так? Или это постановочные кадры? Специалисты выступают с шокирующей гипотезой. Эксперименты по созданию генетически измененных химер действительно ведутся в ряде стран. Просто идет такой глобальный эксперимент над видением. А эти уникальные кадры сняты в другой части земного шара, в засушливом районе Португалии. Случайные туристы сначала приняли это существо за человека, но когда увеличили картинку, стало ясно, это настоящий монстр. Аномально длинные руки, мускулистые плечи. Любознательные туристы хотели подойти поближе, но им помешала полицейская машина. Вот она в кадре. Невероятно, но представители закона охраняли мутанта. По версии авторов ролика, они стали невольными свидетелями секретного эксперимента. Люди в форме попытались отобрать у них камеру, но туристы сумели сбежать. Эксперименты по созданию боевого монстра, который бы исполнял любые команды, начались еще в середине прошлого века. Чаще всего пытались создать гибрид человека и обезьяны. Монстр должен был получить силу гориллы и интеллект человека. Однако, как считают ученые, новые технологии в области генной инженерии позволили создать мутантов куда более страшных, чем человека-обезьяна. Например, таинственная чупакабра. Это сказка или реальный генно-модифицированный монстр? Люди, которые с этим животным сталкивались, описывали, что это не собака, это не волк, это нечто другое. То есть по внешнему виду совершенно другой вид. И жаловались также на то, что каким-то образом проникает в хлеб или в курятник и просто убивает птиц, выпивая кровь у них, то есть типа вампира. Вот. Но это, причем, когда мы стали анализировать, оказалось, что действительно рядом с этими поселениями были лаборатории. Лаборатории биотехнологические. Поэтому вероятность того, что животное сбежало, она, конечно, существует. Эти кадры обошли весь мир. Врачи пытаются определить причину головной боли индийской женщины. И что они видят? Из уха выползает паук. Как показало обследование, паук не просто залез в ушную раковину. Он там обосновался надолго, что и вызвало страшное недомогание. Безусловно, что Индия – страна чудес. Но такого чуда не видели даже там. Все дело в том, что ушная сера смертельно опасна для всех животных. Паук должен был погибнуть через несколько часов после попадания в ушной проход. Откуда возник этот вид пауков-терминаторов? А может, его специально получили в лаборатории? Теоретически возможно создание боевых насекомых, которые имеют, скажем, какие-то цепочки в своем ДНК, которые позволяют им стать поражающим фактором. Но я бы не был столь оптимистичен, потому что если эти насекомые вырвутся наружу, то мы получим огромные проблемы. К сожалению, новые факты доказывают, что подобные микроскопические монстры все чаще оказываются на свободе. Вот еще одна история с суперпауком. Она шокирует еще больше. 21-летний австралиец Дилан Томас, проснувшись однажды утром, испытал настоящий шок. На его животе красовался огромный красный рубец. Картина была такая, что словно ночью Дилану провели полостную операцию. Я просто почувствовал себя уничтоженным. То, что я ощущал, как будто меня разрывают на части. По версии врачей, крохотный паук размером не более спичечной головки буравил Дилана целых три дня. Он проник через пупок и питался человеческой плотью, пока не был извлечен медиками. Такого еще никогда не было в истории медицины. Дилан захотел взглянуть на своего мучителя и сохранить его на память. Но врачи отказали, заявив, что отослали паука на исследование. Больше об этом странном существе ничего не известно. Но кто и зачем скрывает правду о пауке-потрошителе? В свое время, вы знаете, что военные хотели использовать пауков, тоже в качестве шпионов, разведчиков, да? Но это могли быть и такие технические конструкции, такой технически созданный паук. Может быть, да, действительно, сейчас каким-то образом проводят модификацию. Ну, там, что-то узнавать с помощью пауков, это, конечно, как-то странно. А вот использовать их для того, чтобы причинить вред, это могут. Однако, по мнению специалистов, генно-модифицированный паук больше подходит для локальных боевых действий. То есть, он способен уничтожить одного или нескольких людей. Чтобы под ударом оказались тысячи и миллионы, используется другое генетическое оружие. И оно тоже уже существует. А теперь, внимание, дорогие зрители, приглашаю вас на премьеру нового выпуска программы «Страшное дело», которая выйдет в эфир в субботу 9 июня. Что будет? Рубрика «Рептилоида нашего времени» будет посвящена нашим проворовавшимся чиновникам, потерявшим стыд богатеям, которые все жрут и никак не могут нажраться. Нашей духовной оппозиции из патриарших прудов, что сидит по папиным квартирам, полученным во времена позднего Брежнева, дожалуется, что страна им, видите ли, попалась дерьмовая. При этом их собственное, номенклатурное дерьмо, им кажется, что пахнет исключительно фисташками. В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью готовы на любое свинство. И еще будет рубрика «Только не глотай» о том, на что способен современный человек ради дешевой славы, дешевых шмоток или дешевой любви. Не учи ученого! В этой рубрике покажем, как на самом деле живут простые люди в Америке и в Европе без голливудских приукрашиваний. Ну а в околонаучной рубрике «А земля-то плоская» расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительность. Итак, в субботу, 9 июня в 18.00 и до самой полуночи беспрецедентный проект российского телевидения «Страшное дело». Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что не соскучимся. Почему семена начали прорастать в человеке? Они просто проникают через все барьеры, в том числе и через межклеточные. И откуда бегут свиньи-мутанты? Совместный проект телеканала РЕН-ТВ и благотворительного фонда «Ворлд Вита». Давиду один год. У него порог сердца. Требуется хирургическое вмешательство. Стоимость операции 1 миллион 110 тысяч 186 рублей. Вы можете помочь Давиду, отправив СМС с любой суммой на номер 8888. Также деньги можно перечислить на сайте ren.tv. Вместе мы справимся. Эти жуткие кадры обошли весь мир. Дети рождаются практически без мозга. Страшная эпидемия охватила Африку и ряд стран Южной Америки. Вскоре была найдена причина аномалии вирус Зика. Но, как считают независимые исследователи, на самом деле и сам вирус, и комары были получены при помощи генной инженерии. То есть, почему не развелся мозг у матерей в утробе? От того, что их укусил именно трансгенный комар. Да, ведь, говорю, самец передает ген самке, после которого личинка не развивается. Значит, если этот ген попал внутрь, то вполне возможно, что плод начался, началось аномальное развитие. Либо от того, что через комар попал вирус, да, который модифицировался и привел к такому вот эффекту. Потому что сам вирус Зика, он никогда раньше не вызывал вот таких вот изменений. И вдруг он тоже мог измениться. Вирус Зика поражает всех без разбора. Как считают военные эксперты, это только первое поколение генетического оружия. Новое средство второго поколения будет направлено на представителей определенной национальности. Также можно ведь создать вирус, который будет бороться с определенным, как бы носителем определенной вида крови. То есть, например, если у нас гаплогруппа славян А1, то, соответственно, если удастся создать вирус, который будет нацелен именно на эту группу крови, то, естественно, что такой вид оружия, он, в общем-то, очень выгоден тем, кто не хочет вести глобальную войну. Создано ли подобное генетическое оружие в секретных лабораториях или еще разрабатывается? Об этом, вероятно, знают только спецслужбы. Однако, как утверждают экологи, разработки в области генной инженерии невероятно опасны, даже если и проводятся в гражданских лабораториях. Любое такое вот вторжение, такое наглое, очень непродуманное, я считаю, что с точки зрения рисков, да, вторжение в природу, оно, безусловно, рано или поздно скажется и на человеческой популяции. Американцы привыкли к комфорту и любят хорошо поесть. Арбуз – вкусная ягода, но одна беда – многочисленные косточки делают его дегустацию не очень простым делом. Проблему может решить арбуз без семечек. Подобные странные ягоды все больше продаются в Соединенных Штатах. Вот что думает один из покупателей этого чуда, американец по имени Джей. Мы сделали ошибку, купив один из этих бессеменных арбузов. Я уверен, что он генномодифицированный. Я не знаю, не уверен, что со мной все будет в порядке, если я его съем. Я даже не смею попробовать это и тем более предложить кому-нибудь. Мы разрезали его вчера, он пролежал на жаре все это время. Я не знаю, почему он не начал портиться. Это точно ГМО. Сейчас насчитывается несколько десятков видов ягод и фруктов, в которых семена удалены при помощи генетических манипуляций. Однако, по мнению экспертов, небольшое количество семян в этих мутантах все-таки сохраняется. И каждое подобное семя во много раз активнее, чем природное. Посмотрите, это зуб мудрости мужчины из Тайваня. Страшную зубную боль вызвал побег гуабы. Сладкоежка очень любил этот фрукт. И вот к чему это привело. Генномодифицированная семечка чуть не разрушила ему всю челюсть. Американцы потребляют намного больше генномодифицированной пищи. Но в интернете пока нет ужасающих видео, где донтисты вытаскивают трансгенные кукурузу или сою, которые растут на зубах ямки. Как разрешить эту загадку? Все объясняют вот эти шокирующие кадры. У многих американцев просто нет денег на донтиста. Медицинские страховки там очень дороги и далеко не всем по карману. Мучаясь от зубной боли, многие обращаются к стоматологам-любителям. В этом случае плоскогубцы выступают в роли хирургических инструментов. А бутылка дешевого виски становится единственной анестезией. Приготовились? Я все сделаю быстро. Придерживай губу Билли. Держи пальцами. Я ведь еще не тянул. Вот и он, бедняжка. Но когда за лечение американцев принимаются более профессиональные медики, то тогда всех ожидают шокирующие находки. Пожилой американец Рон Свиден начал задыхаться. Его срочно доставили в больницу. Результаты операции вызвали шок сначала у хирурга, затем у самого Рона. И мне сказали, что у меня в легких проросла горошина. Рон ожидал, что его странные симптомы могли быть вызваны опухолью или воспалением легких, но только не горох. Горох вырос на 1 сантиметр и 3 миллиметра. Это довольно много. Бобовые, к которым относятся и фасоль, и горох, чаще всего подвергаются генетической модификации. Это делается для того, чтобы растения стали более устойчивыми к вредителям. Но почему генно-модифицированный горох растет в человеческом организме словно раковая опухоль? Ответ на этот вопрос может шокировать. Ведь между ГМО и раком есть самая прямая связь. Даже дело в опасности ГМО, связанное с тем, что какой ген внедрили, это тоже важно, но, может быть, даже не настолько, сколько сам способ внедрения этого гена. Для внедрения гена используют опухолеобразующие агробактерии, а вернее кольцевую ДНК, плазмиду, это агробактерии. И эта плазмида, она способна реплицироваться, то есть давать многочисленные копии. Репликация клеток, то есть безудержный рост новообразования, это и отличает раковые клетки от здоровых. Производители ГМО уверяют, что подобный репликационный механизм безопасен для человеческого организма. Но у независимых ученых иное мнение. Известны факты, когда было подтверждено, что, например, при использовании ГМО трансгенные конструкции, они не разрушаются в нашем желудочно-кишечном тракте. То есть они у нас где-то на уровне толстого кишечника, они каким-то образом исчезают. Есть предположение, что они просто проникают через все барьеры, в том числе и через межклеточные. И есть данные, что через плацентарные барьеры. Но если вы не вегетарианец, а мясоед, то не стоит думать, что вы застрахованы от атаки ГМО. По версии американских экологов, до 30% всего мяса на мировом рынке получено при помощи генной инженерии. Но как выглядят эти генно-модифицированные монстры, из которых делают гамбургеры и котлеты? Одно из этих жутких созданий запечатлено на уникальных кадрах, которые вы сейчас увидите. Смотрите, эти двое американцев и не подозревали, что, свернув с трассы, они наткнутся на жуткого монстра. Сначала автолюбителям было весело. Однако, когда люди вышли из машины, их ожидало страшное открытие. Тело, похожее на труп свиньи, оказалось совсем не свиньёй. Похоже, он только что умер. Смотрите, у этого монстра из пасти торчат острые, как иголки, зубы. Боже мой. Вместо поросячьего хвостика у этого монстра огромный мясистый конус с несколькими ногами. Но самое страшное не это, а то, что написано синей краской. Это выглядит как штамп на нём. Проинспектированный и одобренный. Как позднее утверждали авторы ролика, неподалёку от места находки этого монстра располагался мясокомбинант. Главным клиентом этой мясной фабрики является всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания. Но зачем животные подвергаются изменениям на уровне генетики? Принято считать, что о нашем здоровье современная медицина знает всё. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что мы порой не понимаем даже элементарных вещей. Так вот, специально, чтобы ответить на многочисленные вопросы про здоровье, которые приходят в адрес нашей программы, мы с известным доктором, профессором Сергеем Бубновским составили новую книгу. Она так и называется – «Мифы о здоровье». В ней мы разбираем самые популярные околомедицинские мифы. Например, зарядка после 40 – это хорошо или всё-таки уже не надо? Аспирин для сердца – это реальная необходимость или рекламный трюк? Спину можно вылечить или мучайся всю жизнь? Книга не является медицинским справочником, но полагаю, что сильно поможет тем, кто хочет повысить своё качество жизни. Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь. Зачем изобрели бактерии пожиратели камней? Если осуществить их генетическую модификацию, они могут переводить металлы из связанного состояния в свободное. И что будет, если заразить ими жилые дома? Израильский учёный Авигдор Каханер пытался найти способ, чтобы куры несли больше яиц. Исследования в области сельского хозяйства показывали, что наибольшая эффективность кур-несушек достигается при довольно низкой температуре, которую не так легко достигнуть в странах с жарким климатом. Так как я генетик, я искал генетическое решение. Это значит, что вместо охлаждения курятника я решил охладить самих кур и лишить их перьев. Кур и без перьев выглядят как настоящие монстры. Однако, по мнению учёного, эксперимент удался. Ведь теперь можно не монтировать в курятниках дорогущую систему охлаждения воздуха. Но остаётся вопрос, что будет с человеком, который на завтрак начнёт есть яичницу от подобных лысых кур? Может, у него тоже выпадут все волосы? Мы едим этот продукт. Этот ген не разрушается, как нам говорят, что он не должен... Нет, он попадает в лейкоциды, он попадает в белокровенные сельца крови и разносится по всему организму. Дальше он может проникнуть в ДНК клетки любого органа и уже начинает образовываться другой белок чужеродный для этого органа и нарушается работа вообще самого органа внутреннего. Однако, как ни странно, наибольшая опасность подстерегает тех, кто любит морепродукты. Рыбацкие сети всё чаще вылавливают жутких мутантов, которые не были известны науке. Но чем вызваны подобные страшные изменения? Общим загрязнением вод или кто-то специально изменяет генетику рыб? По мнению экологов, чаще всего генетической модификации подвергаются лососёвы. У этих рыб удалось выделить определённый ген, который блокирует рост. А это значит, что если его отключить, рыба будет расти практически бесконечно. Какой подарок для промышленности, не так ли? Посмотрите, обычный лосось кажется просто карликом по сравнению с его генно-модифицированным собратом. А вот что говорит один из создателей подобного мутанта. Наша рыба не культурист, которому нужно постоянно принимать стероиды. Все необходимые для роста вещества рыба вырабатывает сама. Создатели генно-модифицированного лосося уверяют, что эта рыба практически не отличается по вкусу от обычной. И употребление её совершенно безвредно для человека. Однако у экологов иное мнение. Они считают, что подобные рыбы-мутанты чрезвычайно опасны. Уже неоднократно говорилось о том, что, например, трансгенные рыбы, которые также отличаются ускоренным ростом, в три раза они быстрее набирают свою товарную вес, эти рыбы, попадая в окружающую среду, могут полностью уничтожить биоцинозы. Страшно подумать, что трансгенные рыбы способны уничтожить всю экосистему океана. Хотя, по мнению учёных, ещё большую опасность представляют другие генно-модифицированные организмы, которых специально выпускают в океан. И вот примером является, очень хорошим примером, являются бактерии синтия, которые использовали для того, чтобы убрать нефтяную плюнку в Мексиканском заливе. Весной 2010 года произошла крупная катастрофа. Затонула нефтеперерабатывающая платформа, в результате чего значительная часть залива покрылась гигантским нефтяным пятном. Для ликвидации последствия этой катастрофы учёные предложили использовать искусственно выведенную бактерию под названием синтия, которая питалась исключительно углеродом. То есть главным элементом нефти. На первый взгляд, идея казалась просто гениальной. Не нужно было использовать целую флотилию специальных кораблей, которые убирали бы ядовитую плёнку. Достаточно просто запустить бактерий, которые сделали бы за людей всю работу. Однако экологи советовали не выпускать бактерий-мутантов на волю и предупреждали о грядущей катастрофе. Задолго до этого вышла книга, она называлась «Серая слизь». И эта книга была о углеродных самовоспроизводящихся нанотрубках. То есть именно вот эти нанотрубки, которые тоже использовали для самовоспроизведения, использовали углерод. И автор написал о том, что если такие трубки попадут в природу, то через несколько дней планета превратится в серую слизь. Но несмотря на эту книгу, несмотря на протесты учёных против подобных испытаний, тем не менее, когда была вот несенная плёнка, несена в заливе, то были запущены бактерии. Сначала казалось, что всё происходит по сценарию учёных. Бактерия действительно с огромной скоростью стала пожирать нефть, и гигантское пятно начало таять буквально на глазах. Но вскоре океанологи забили тревогу. Бактерия синтия, покончив с нефтью, принялась за планктон, затем перекинулась на рыб. Но это оказалось только началом страшной катастрофы. Ведь эта бактерия, она размножается, используя углерод. Но дело в том, что мы все углерод содержащие. Весь мир живой, он углеродосодержащий. И поэтому люди, которые окунались в этом заливе, они мгновенно выходили, мгновенно умирали, у них все органы были разрушены. То есть бактерия, попадая в организм, она начинает там размножаться, поглощая углерод, из которого состоит организм. Бактерия синтия – это не единственный генно-модифицированный организм, который уже используется в глобальных экспериментах. Ещё один пример – так называемые бактерии-пожиратели камней – Литотрофы. Если осуществить их генетическую модификацию, они могут переводить металлы из связанного состояния в свободное. Они, конечно, работают в специально подготовленных, например, измельчённых породах. Но если уже поднятую наверх руду, например, содержащую медь, обработать такими генетически модифицированными бактериями, то через некоторое время фактически руду можно собирать. Но что, если подобные бактерии покинут территорию прииска и вырвутся на свободу? Весной 2018 года весь мир облетела жуткая новость. В центре африканского континента образовалась гигантская трещина. Что значит это жуткое зрелище? Африка распадается на части под воздействием движения тектонических плит? Или подобная трещина существовала уже тысячелетия и стала видна только из-за дождей, которые участились в этом регионе. Но некоторые экологи уверены, что причиной могут быть и генетически изменённые бактерии, которые используются в промышленности. Попадание их на почву и привело к тому, что они практически в прямом смысле прогрызли землю. Но не стоит думать, что все трансгенные монстры приносят больше вреда, чем пользы. Посмотрите. Эти милые козочки на первый взгляд ничем не отличаются от обычных. Однако на самом деле это генетические химеры. Ведь им ввели ген паука. Но зачем учёные это сделали? Вот зачем. Молоко этих козочек-пауков обладает уникальными свойствами. Оно прочное, как паутина, и из него получают специальный материал, который не может пробить пуля из автоматического оружия. Очевидно, что очень скоро на рынке средств защиты появится пуленепробиваемая одежда из такого молока. По мнению учёных-футурологов, генная инженерия уже в ближайшее время изменит нашу жизнь до неузнаваемости. Однако очень многие вряд ли будут рады подобным изменениям. А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые этим летом собираются в Сочи. Дорогие друзья, 29 июня, а это будет пятница, в легендарном зимнем театре славного города Сочи состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить о том, о чём я не всегда могу говорить с экрана. Ху есть мистер Трамп, наш заклятый враг или завербованный московскими экскортницами последний патриот антиглобализма? Объединимся мы с Украиной или опять пойдём в Европу поодиночке? Почему Стивен Хогинг убеждал человечество сидеть на своей планете и не высовываться? И какая она на самом деле жизнь на других планетах? Отвечу на все ваши вопросы, послушаю вас, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте bill24.ru и в кассах зимнего театра. Итак, 29 июня встречаемся в зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. Все в Сочи. Почему рождаются дети лилипуты? Её голова была вот такой малюсенькой. И какие ещё биотехнологии скрытно проверяют на нас? Исходя из того, что сейчас происходит, я могу с уверенностью сказать, у нас у всех большие проблемы. Майкл Хэнбери признан самым маленьким человеком в Великобритании. Его рост составляет 89 сантиметров, что соответствует примерно росту трёхлетнего ребёнка. Мистеру Хэнбери 59 лет. Однако, несмотря на столь зрелый возраст, Майкл так и не смог полностью адаптироваться в мире обычных людей. Даже самые простые для нас действия, такие как просмотр телевизора или открывание холодильника, для Майкла являются настоящим испытанием. Его дом, по сути, гигантский спортзал, куда судьба выписала Майклу пожизненный абонемент. Но настоящие испытания мужчину ждут не дома, а на улице. Обычный банкомат становится для мистера Хэнбери неприступным бастионом. Не позвонить по телефону, не заправить бензином машину. А чтобы успешно посетить общественный туалет, приходится превращаться в настоящего акробата. Однако мистер Хэнбери не унывает. Все помнят, как несколько лет назад многие знаменитые и обычные люди обливались ледяной водой. Целью этого глобального флешмоба было привлечь внимание к редкому генетическому заболеванию и помочь собрать денег для разработки новых методов лечения. В этой акции, от которой в буквальном смысле мороз по коже, принял участие и Майк Хэнбери. Люди, подобные Майку, верят, что передовые биотехнологии способны избавить человека от многих недугов, одним из которых является аномальная карликовость. Дело в том, что в Англии недавно появилось на свет сразу несколько детей, которые страдают еще более страшной аномалией, чем Майкл. Девочка по имени Лиам родилась весом чуть больше килограмма. Ее вид вызвал шок у родителей. Я бы мог положить ее вот сюда на пальцы, и ее ноги свисали бы тут. Это девочка по имени Шарлотта. Она еще меньше, чем Лиам, и родилась весом 800 граммов, ростом 20 сантиметров. Аномалия была настолько редкой, что врачи не могли подобрать точный диагноз. И самое главное, что в отличие от других карликов, у которых укорочены конечности, руки и ноги Шарлотты пропорциональны, как у обычного человека. Она просто маленькая. Очень маленькая. По сравнению с ней, мистер Хэнбери кажется просто гигантом. Причина подобной карликовости связана со сбоем в генетической программе человеческого организма. Во всем мире примерно 100 таких детей, и 12 из них в Великобритании. За этими нейтральными, на первый взгляд, цифрами скрывается настоящая информационная бомба. Британский врач невольно выболтал страшный секрет. Чтобы раскрыть его, не нужна специальная шифровальная программа, достаточно обычного калькулятора. Беспристрастный подсчет покажет, что аномальная суперкарликовость встречается в Англии в десятки раз чаще, чем во всем остальном мире. Но как это можно объяснить? Ответ на этот вопрос знает известный журналист и политолог Алекс Джонс. Официально было признано, что первая операция по клонированию произошла в 1997 году. Но в Англии подобные эксперименты проводились за 25 лет до этого. Что касается самых первых экспериментов по клонированию, то, по мнению Алекса Джонса, они начались еще в 50-х годах прошлого века, и многие англичане вольно или невольно стали их участниками. Сейчас Англия — страна передовых технологий, фантастических возможностей. Но фантастика бывает разной. Недавно именно в Англии реализовался фантастический сюжет, который придумал Николай Гоголь в своей повести «Нос». У человека пропал нос. Англичанка Тесса Эванс родилась без носа. Несмотря на жуткую аномалию, младенец оказался жизнеспособным. Маленькая Тесса активно любит играть и шалить. Согласно статистике, без носа и ребенок рождается один на 100 миллионов. В Британии зафиксирован уже второй подобный случай, что показывает аномально высокий уровень заболеваемости. Официальная наука не спешит определять настоящие причины этих аномалий. Она предпочитает бороться с последствиями. Исправить чудовищную аномалию Эвве предлагают при помощи 3D-принтера. В этом направлении работают многие исследовательские группы. И я надеюсь, что совсем скоро Тесса получит полностью функционирующий нос. Судя по всему, чудесный 3D-принтер, исправляющий генетические аномалии, будет работать в Англии без остановки. Ведь на него огромный спрос. Посмотрите, это Хейли Фрейзер. Она родилась с аномально укороченной левой рукой. Я верю, что это только начало, и моя девочка станет более независимой. Когда у девочки спросили, что она хочет делать своей новой рукой, вот что она ответила. Я хочу красить ногти. Сможет ли Хейли стать косметологом, когда вырастет? Ведь кажется, что она будет шокировать клиентов своим отпечатанным на 3D-принтере протезом. Эксперты считают, что за Хейли не нужно беспокоиться, потому что с каждым годом на туманном Альбионе будет появляться всё больше подобных киборгов. Довольно скоро такое исправление последствий генетической мутации станет обычным делом. В Америке ситуация не лучше, чем в Англии. Но там чаще всего встречаются другие шокирующие недуги. Это прогирия или синдром преждевременного старения. Сначала родители не подозревают, что их ребёнок обречён. Ведь выбравшись на свет, он выглядит совершенно здоровым. Страшные метаморфозы происходят, когда ребёнку исполняется 9 месяцев. Кожа сморщивается, волосы выпадают. Такие дети вырастают максимум на метр. Потом их рост останавливается. А болезнь, наоборот, прогрессивная. Сэму Бёрнсу на момент этого интервью исполнилось 17 лет. Но выглядит он на все 70. Раньше я хотел стать инженером. Но теперь мои амбиции изменились. Я хотел бы заняться биологией. Может быть, клеточной биологией. Или генетикой. Или биохимией. Сэм Бёрнс верил, что именно генетика поможет раскрыть тайну его болезней. Но он не успел стать учёным. Умер через несколько месяцев после записи этого интервью. Среди учёных нет единого мнения, что именно вызывает прогирию. Некоторые уверяют, что отдельные случаи преждевременного старения фиксировались и раньше, задолго до начала эры ГМО-продуктов. Но все согласны с тем, что чаще всего подобную аномалию начали фиксировать уже в наше время, когда вся Америка подсела на ГМО-продукты и прежде всего кукурузу и сою. Кстати, мы, в общем, сама соя, там тоже есть вещества, которые несколько замедляют рост. И поэтому даже в наших экспериментах, например, мы специально, конечно, не ставили такую цель, но те животные, которые мы в корм добавляли сою, то они были значительно меньше по размерам, чем в контрольной группе. Причём, когда мы добавляли генетически инвицированные, они были меньше, чем те, которые добавляли обычную сою. Однако, как ни странно, ни Америка и ни Англия лидируют по страшному родству. В 2005 году в Индии родилась Лакшмитатма. Её вид вызвал шок у родителей, ведь у девочки было четыре руки и ноги. А это другой юный индиец по имени Калим. Его руки растут с аномальной скоростью. Сейчас они весят более 13 килограммов. А эта индийская девочка родилась с сердцем наружу. Жить она сможет только, если будет сделана сложнейшая операция. Но настоящее шокирующее видео ждёт вас впереди. Что это за жуткий монстр? Может, это бутафорская кукла для съёмки фильмов ужаса? На самом деле, это несчастный ребёнок, который подвергся чудовищной мутации. Но почему Индия стала настоящей фабрикой ужасных монстров? Трансгенные растения, они, конечно, приводят к уродствам, к заболеваниям, и поэтому не мудрено то, что действительно там это происходит. Я думаю, что почему, конечно, там много гэм-культур, потому что население Индии достаточно большое, там около миллиарда. В Индии, на самом деле, преликанцы уже давно как бы там обосновались. Индия стала настоящим полигоном для многих компаний, которые занимаются генной модификацией организмов. И это, по мнению самих индийских учёных, приводит к настоящему экологическому геноциду. ГМО – это не только рецепт для экологической катастрофы. Это не только уничтожает разнообразие видов. Это убивает людей. Недавно всю Индию охватила страшная эпидемия. Нет, на этот раз катастрофа не была связана с новым страшным вирусом-мутантом. Люди сами накладывали на себя руки. Всех самоубийц объединяло одно. Это были фермеры, которые сеяли на своих участках трансгенные растения. Сначала была выдвинута экономическая версия этой волны суицида. Возьмём, например, Индию. Там для того, чтобы крестьянин получил кредит на покупку зерна, он должен доказать, что производит урожайные сорта. А урожайные сорта – это как раз те сорта, которые генномодифицированы. Зелёные мутанты действительно приносят высокий урожай. Ведь они менее подвержены перепадам температуры, им не страшны вредители, они не так чувствительны к недостатку влаги. Но у ГМО-растений есть один серьёзный недостаток. Гены растений, которые производят семена, заложен в ген разрушения. И семена растений, которые вырастают из этих семян, они дают хороший урожай. Они имеют хороший вкус, но они не размножаются. Если в случае с обычными растениями фермер мог использовать для нового сезона семена от предыдущего урожая, то с трансгенными растениями это невозможно. Каждый раз семена приходилось покупать у производителя-монополиста, который мог неожиданно поднять цену. Но для фермера могла сложиться и более опасная ситуация. А мы где в тот год была замыска? Семена не выросли. А у них не осталось даже семенного фонда для того, чтобы засадить урожай новым. Таким образом, всё сельское хозяйство, всё производство оказывается на крючке. И когда мы съедим тот урожай, который нам дали, вдруг окажется, что размножить мы его не можем, потому что у нас нет семян. Получается, что эпидемия самоубийств фермеров объясняется тем, что они просто не могли вернуть деньги банку. Возможно, во многих случаях это действительно было причиной суицида. Но как тогда объяснить, что счёты с жизнью сводили и те фермеры, которым удавалось вырастить хороший урожай? Ряд исследователей считает, что на фермеров повлиял сам контакт с генномодифицированными растениями. Находясь на полях, засаженных подобными зелёными мутантами, они постоянно вдыхали пыльцу и находились под атакой трансгенного материала. Это могло нанести вред человеческому организму, вызвать депрессию, из которой человек видит единственный выход – самоубийство. Исходя из того, что сейчас происходит, я могу с уверенностью сказать – у нас у всех большие проблемы. Физическое бессмертие – вот главная цель подобных экспериментов. Но не стоит думать, что те, кто потратил на подобные исследования триллионы долларов, хотят сделать бессмертным всё человечество. Нет, вечная молодость и физическое бессмертие – это только для избранных. Что касается всех остальных, то ему готова на судьба послужить материалом для генетических экспериментов. Сбудется ли этот шокирующий прогноз? Или так навсегда и останется мрачной фантастикой? Пока ответить на этот вопрос не может никто. Сейчас понятно только одно – биотехнологии развиваются с огромной скоростью. А это значит, что с каждым днём на нашей планете будет появляться всё больше генетически модифицированных монстров. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам всё великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. «Самые шокирующие гипотезы» «Самые шокирующие гипотезы» «Самые шокирующие гипотезы» «Самые шокирующие гипотезы»